Здравствуйте, с вами в эфире Брежнев. Сейчас покажу вам, как проходит процедура. Про волосы расскажу сегодня, сохраняю эфир, возможно даже сделаю видео, которое не удаляется. Так, делаем коррекцию бровей, посмотрите. Ой, какая красота. Как мне это нужно было, потому что у меня с этой прической все лицо открыто. Нет, сейчас не про волосы, сейчас вам немного покажу, про то, как корректируют брови. Посмотрите, какие идеальные. Боже, как быстро отрасли волосы, да. Так, мне совсем не больно, мне сделали обезболивающее. Ну, может быть, совсем немного. Очень удобно, когда такие брови. То, что другая стала более взрослая, ну, ничего. Не красить не нужно, не наносить тени, карандаш, ничего. Так, эта процедура называется, как она называется? Точно. Пудровое напыление. Пудровое напыление, это не татуаж. Как случилось, что волосы отпали, бровь, я понесу, соответственность нет. Волосы очень быстро отросли, да. Это я тоже счастливый человек, и я это вижу. Такая хорошая стала раньше негативная. Да, может быть, из-за того, что у меня было много негативной энергии в волосах, а теперь, когда их нет. Сколько держится пудровое напыление? От полутора до салфет, извиняюсь, на стиле, типа кожи. Посмотрите, какие они идеальные, господи. Вот знаете что, никогда не ходите к непроверенным мастерам. Никаким. Вот сюда вы можете пойти сделать брови, потому что здесь делаю я. Я уже второй раз вам выхожу отсюда в прямой эфир и показываю. Сейчас мне делают коррекцию спустя сколько? Месяц, наверное. Так, я сделала, наверное, числа седьмого. Да, седьмого. Прошлого месяца. Эта процедура не болезненная и очень удобная. Девочки делали пудру, у нее за три недели все ушло, потому что нужно делать коррекцию. Вот как мне сейчас. Может быть не смывать, так оставить. Подходит к моей прическе. Такой злой дяденька. Вы знаете, я такой еще лук себе сейчас подбираю под эту прическу. Вот так вот рубашки и все такое. Продвигаю девяностые. Сколько стоит? Так, моим подписчикам со скидкой будет стоить. Я выложу пост на днях, наверное, даже сегодня. Покажу, как у меня все заживало. И там будет скидка по этой ссылке. О, идеально. Да, мы чуть-чуть перекрыли тот старый татуаж, который у нас был. Изначально мы его перекрывали, но и сейчас коррекцию вытянули. Видишь, по оттенку. Был холодный, а сейчас нейтральный. Отлично, мне очень нравится. Видишь, да, цвет какой он стал? Ой, под мой натуральный цвет волос. Да, да, да. Все, я теперь с натуральными. Все натуральные. Каким пигментом работают? Вопрос мастеру. Органический пигмент. Как называется? Органический пигмент. Ай-колор. Ай-колор. То, что не выходит в разные оттенки. Так вот, мне сейчас наносят. Совсем не больно до этого было. Обезболивание. Угу. Короче, мне очень нравится. А у кого нет бровей, пудровая подходит? Да, конечно. А как так нет бровей? Это как? Вообще, локально нет. Такое бывает. Ну, или же очень цветненькие. Цветненькие волосочки. Прям светло-светлое. Угу. Когда будут советы по быстрейшему росту волос? Да, сегодня, когда доеду до дома. Я вчера еще много всего прочитала для того, чтобы все вам рассказать. Как раз покажу то, что я делаю. Все свои препараты покажу. Сегодня вечером сохраню эфир. Я думаю, не могу сейчас точное время сказать, когда доеду до дома. Без рекламы каких-то средств. Только то, чем я пользуюсь. О. Боже, это просто идеально. Кстати, когда у меня отпали волосы, я начала больше ухаживать за лицом. Потому что я поняла, что оно открыто теперь со всех сторон. Ничем не прикроешь. Во. Красота. Лена, бесишь, такая красотка. Даже не знаю, как реагировать. Комплимент ли это? Будь внимательна, можно остаться без бровей. Нет, ребят. Нет, я танцую. Сегодня я не лишусь ничего. Потому что мастер проверен. У нас, наоборот, все с бровями остаются. И выходят отсюда. Заходят без бровей, выходят с бровями. Так, давайте я покажу вот тут. Ой, отлично. Вообще прекрасно. Так, выхожу из эфира, потому что мне нужно забрать кое-что. Приехала доставка. Выйду в эфир сегодня и расскажу про волосы. Про то, что я сама использую. Посмотрите, как у меня отросли. Я помню, когда меня подстригли. Это было 10 дней назад. У меня была вот такая вот маленькая стрижка. Сейчас я просто опускаю свои волосы. Они у меня уже почти до бровей. Все, в общем, до вечера. Ухожу. Так, в эфире покажитесь. Отлично. Привет. Эфир сохраню, если скажу что-то очень полезное. В общем, я хотела рассказать про дарсонвализацию. Этот аппарат, его используют в косметическом кабинете. Делают его после чистки. Вам проводят по лицу. В общем, очень полезный аппарат. Я не буду говорить много. Я просто вам покажу, какие тут есть насадки. Стоит этот аппарат всего лишь 2000 рублей. 2400, 4000 рублей. Смотря где заказать. Этот я купила за 2400 с чем-то. Здесь вот есть вот такие вот насадки. Аппарат просто панацея. Это не реклама. Вы можете купить абсолютно любой аппарат любой фирмы. Я пользуюсь вот этим. Да, ужас. Если кому-то не нравится, я не заставляю на себя смотреть. Лена, ты будешь читать наши комменты или ты не видишь без очков? Я постараюсь читать, но я в основном вам просто расскажу. Вот этот. Эту насадку использую для лица. Я вам сейчас еще покажу. Как он работает? Обязательно купите его себе. Я не понимаю, почему такой аппарат стоит так дешево. Потому что на самом деле это просто какая-то великая панацея. Я пользуюсь этим аппаратом, наверное, неделю. С того момента, когда я уехала в Питер. Не помню точно, когда я его там купила. Продается в любой аптеке. Вот этим аппаратом я провожу по лицу. Это 5-8 минут в день. 30 дней, и ваша кожа просто станет идеальной. У меня до этого никогда не была такой идеальной кожа, как сейчас. В общем, я сейчас вам покажу. Вставлять в розетку. Сейчас у меня сюда насадка для волос. Она выглядит вот так вот. Я сюда ее вставляю. Закрываю. Вообще, обязательно себе вот это купите. Обязательно. Просто столько денег люди тратят на какие-то супер великолепные шампуни по миллиарду рублей. А есть аппарат, который стоит 2400. Он просто великолепный. И люди проходят мимо просто потому, что не знают. В общем, я включаю его. Про него рассказывать не буду, потому что там очень много слов и определений. Я скинула информацию в сториз. Так, вот здесь вот такой вот регулятор. И я просто провожу вот, как он проходит. Оп. Так, еще побольше включу. Это такие маленькие разряды тока. Вот, видите, я прикасаюсь. И он такой красненький. Это не реклама. Господи, если изобретатель Дарсонвали это увидит, пусть, пожалуйста, он мне заплатит за рекламу. Потому что я это буду делать сама на протяжении неизвестно сколько лет. И буду советовать вам, потому что это реально панацея от всех болезней. Здесь есть насадка для волос, для лица. Это можно использовать для спины, даже для сердца, вообще для всего, что угодно. Это просто разряды тока. Через месяц был результат. Да, результат просто обалденный. Об этом препарате мне сказал мой косметолог. Я не буду вам специально показывать фирму. Это бывает разных фирм. Просто аппарат называется Дарсонвали. То же самое, что я бы вам сейчас сказала. Купите молоко. Просто молоко. Какой фирмы вы выбираете сами. Я ничего не рекламирую. Уж поверьте, я это все знаю. Просто очень хочется рассказать вам. Вообще лысая будешь. Нет, я не буду лысой уж точно. Вот эту насадку используют для носа, ушей. Куда ее только не засовывают. На самом деле, это еще и... Ну ладно, я не буду рассказывать, куда ее засовывают. В общем, это насадка для всех разных полостей. Я ее не буду использовать. Я пользуюсь обычно вот этими двумя. Вот это для лица, вот это для головы. Конечно, эту процедуру я сделаю, когда уже выключу эфир. Просто вам покажу, как это все происходит. Вот так, вот так. Разряд немножечко побольше. И вот так вот проводится. По направлению к затылку. Он помогает при угревой сыпи. Да, он помогает при угревой сыпи. Уменьшает поры. Я вам говорю, я пользуюсь вот этим недельно. После того, как я делаю эту процедуру на волосы, я потом это делаю на лицо. Эффект отличный. Я просто не пользуюсь уже, наверное, неделю тональными средствами. Ничем абсолютно. Потому что кожа просто идеальна. Я даже боюсь ее портить. Нормальная тема, но не панацея. Слушайте, я вам все рассказывать не буду. Вы можете просто пройти в интернет, в пространство любых соцсетей и формах и прочитать про Дарсенваль. Вот видите, немножко звук. Кто-то про запах спрашивал. Никакого запаха нет. Приятное покалывание. Да, оно такое. Звук напоминает... Тату-машинку. Сколько раз делать, как часто и по времени сколько? Делать на сухие волосы, неважно, чистые или грязные. Главное, чтобы они были сухие, потому что это разряд сока. Делать один раз в день 5-8 минут 30 дней. Потом перерыв, и потом опять можно делать 30 дней. Во-первых, это не только для роста волос. Это еще от... Как же он называется? От бессонницы. В общем, очень хорошо, когда вы делаете это для головы. Зачем испортила волосы? Ой, я не буду долго рассказывать историю. Просто не хотела долго сидеть в эфире. Зачем испортила волосы? Это такой металлический вопрос. У меня не буду отвечать. Покажи, как пользоваться на лице. Да, сейчас покажу, вот как на волосах. Для лица просто обалденно. Вот я говорю, я неделю пользуюсь вот этой штукой, и я не пользуюсь тональным средством. Я не пользуюсь пудрой, ничем абсолютно. Я просыпаюсь, умываюсь, наношу крем для лица и ухожу из тонуса. Потому что тональник совершенно не нужен после того, как ваши поры выглядят идеально. Самое главное, что поход к косметологу стоит, например, 3000 рублей. Этот аппарат стоит 3000 рублей, и вы будете им пользоваться очень много времени. Я сейчас обычно укладываю вот так вот. Для чего этот аппарат? Я скинула в историю, и там лежит вот такая вот книжка. Вот такая вот книжка. Все у меня падает, и там в истории этот лист есть, и там все написано. Где его взять? В любой аптеке у дома. Конечно, не такая маленькая аптека. За бегалочку. А какая-нибудь крупная аптека, где есть... Много всего полезного. Прическа ужасная, но ничего. Я и не такое слушала. Пишите все, что думаете. В аптеке, да, обязательно купите этот. Обязательно. Называется Дарсонваль. Фирма Любой. Так, ладно, я потом доделаю. Вам показываю, как использовать для лица. Вот так вот выкручивается. Убирается. Вот это вставляется. Закручивается. Все, можно использовать для лица. Я, знаете, как бабулька какая-то. Сижу тут с этими аппаратами из аптеки. Но они, правда, полезны. Знаете, я тут сегодня подумала, что очень много есть пробелов у нас в системе образования. Почему-то в школе рассказывают, как накормить инфузорию туфельку, что будет при разложении водорода и законы Ньютона, Плутона, все что угодно. Но они рассказывают, как нужно жить. Не рассказывают, что делать, если у тебя обсыпало лицо прыщами. Что делать, если у тебя отпали волосы. Что делать, если произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Почему про это ничего не рассказывают? Почему у нас ничего не рассказывают про здоровье? Я сегодня ехала и в дороге думала о том, что это вообще такой огромный пробел. На самом деле на телевидении есть передача здоровья, которую ведет Малышева, что-то такое. Но честно, вот я не хочу смотреть на Малышева. Ведет Малышева и какой-то дядька такой лысенький и в очках и толстенький. Ну вот правда, на них посмотришь, ну совсем они не вызывают желание за ними что-то повторить и делать. Особенно, когда они выходят в этих костюмах. Я понимаю, конечно, это визуально хорошо запоминается, но это просто убожество. Нужны передачи на телевидении про здоровье, чтобы их вели красивые женщины, красивые мужчины с белыми зубами, с хорошими волосами, с хорошей кожей. Чтобы ты смотрел эти передачи и хотел делать то, что они тебе показывают, а не Малышева. Ну вот прям совсем не Малышева. Почему, когда мы включаем телевизор, хорошо, что я не смотрю. Почему, когда мы включаем телевизор, мы видим, что погоду, которая постоянно врет, ведет какая-то красивая тетенька. А программу здоровья ведет Малышева. Ничего не имею против Малышевой, но вот прям за ней не хочется повторять. Поэтому ее и смотрят одни бабушки. А если бы программу здоровья вела какая-нибудь супернева... Очень великолепная... Хотела сказать матом, сюда не подходит, конечно, в эфир. Очень великолепная женщина, за которой хотелось бы повторять, пусть она будет в возрасте, но по ней видно, что она просто полыхает здоровьем. Чтобы мы просто видели, что у нее все органы внутри чистые, прекрасные, великолепные и здоровые. Просто по ее лицу, взгляду, по зубам, по волосам. В общем, огромный был пробел. Поэтому буду я рассказывать. Конечно, я не такая великолепная уж, извините. У меня отпали волосы, но я надеюсь, что скоро они вырастут и буду заполнять этот пробел. На самом деле... Ой, так брови мне сегодня сделали. Немножко больновато. На самом деле, сейчас очень много блогеров говорят про здоровье. И я прям про здоровье, про правильное питание, про занятия спортом. И я прям очень рада, очень рада, что это пропагандируется. На самом деле, мне кажется, что просто... Сейчас будет про политику. Ой, не люблю, когда я туплю, а рот уже что-то говорит. Ну ладно. На самом деле, мне кажется, просто невыгодно, когда наши люди здоровы и живут долго. Потому что это много взрослых людей, которые уже не повышают демографию, никого не рожают. Они просто живут для себя и заполняют нашу планету. Поэтому вот так вот не пропагандируют как-то здоровье. Ну я надеюсь, что будет каждый один какой-то человек в семье, который будет хотя бы развивать это на уровне института семьи. Чтобы в каждой семье был такой, знаете, малышев, который подстегивал всех правильно питаться, не пить всякую дрянь и не есть майонез. Вот. Была недавно в мегафоне, и мегафон говорит, все начинается с тебя. Вот мне кажется, здоровье нации начинается с тебя. Если все говорят, что все пьют, и я буду, и так мы отмечаем 1 мая, то, конечно, все вокруг будут нездоровы. В общем, даже если внешний человек выглядит очень здоровым, то, возможно, это просто его возраст. Возможно, он просто молодой, и организм быстро обновляется. Но к старости неизвестно, что с ним будет, потому что его внутренние органы просто похожи на дно. Потому что, во-первых, питается, употребляет алкоголь, курит. Вот. Мало того, что дышит плохим воздухом, так еще и специально себя отравляет. В общем, не буду читать нотации, потому что каждый для себя решает, как ему жить. Так, сейчас немножечко поскрываю эфиры. Ну, показываю уже. Показываю. Не люблю, когда мной командуют. Показываю. Не хочу теперь показывать. Так, вот, показываю. Вот такая вот насадка. Ставлю. Так, это очень сильно вот на такое ставлю. Так, сейчас я вам близко покажу. Вот так вот это происходит. И там такой разряд. Вот здесь вот, кстати, у меня были пятна. Я такой любитель что-то подавить, потому что мои руки постоянно хотят что-то делать с лицом, если с ним что-то не так. Так, вот здесь на подбородке у меня были следы от... Я не хочу говорить это слово. Я не хочу, чтобы вообще в моей жизни были такие слова и такие гадости. В общем, у меня, когда я заболела, у меня вот здесь вот на подбородке вылезли внутренние прыщи. Извините, я об этом все равно скажу. И я их начала давить. И здесь остались следы. Вот здесь вот и вот здесь. Конечно, может быть, вам на видео это не видно, но в жизни очень сильно было заметно. Вообще бывают такие случаи, когда уже ничего нет, но след остается. Вот этим препаратом я пользовалась неделю, и следы исчезли. Вот с этой стороны полностью исчезли. С этой совсем маленький остался. Я думаю, через неделю его тоже совсем не будет. Вот, вот, на эти участки. Такое легкое покалывание. И вообще нужно проводить вот так вот от носа. Он убирает пигментацию, да. Это вообще просто великолепный упор. Во-первых, он сужает поры. Кстати, очень хорошо от неврозов. Раньше для того, чтобы жить в этом варьенном мире, мне иногда приходилось подпевать пустырник. Сейчас я пользуюсь вот этим аппаратом, и я не принимаю ни пустырника, ни успокоительных. Ничего. Где его взять? Цена в аптеке. Не знаю, цена разная. В интернете можно заказать. Да, у меня вот сейчас просто идеальная кожа. Наверное, у меня такой кожи не была никогда. Как называется, я хочу себе такой купить? Обязательно купить. Я вам для этого и показываю. У меня он уже есть, да. Тысяча, две с половиной, две, три, четыре, где-то так. Про веснушки не знаю. Нет, не больно. Такое легкое покалывание. Сыненькие под глазами. Ну, извините, не все мои такие идеальные. Я стараюсь. Называется Дарсонваль. Слушайте, тут столько насадок и столько рекомендаций к нему, что мне кажется, он убирает все, что угодно. Так, выключаю. Потом выйду из эфира и сделаю. Название Дарсонваль. Эфир сохраню. Так, все аппараты, препараты, которые я вам показывала, которые я вам скинула в сториз. Чтобы сразу было видно. Губы нельзя, веки нельзя. Прочитайте, там вообще все можно. Нет, это у меня. Что делать с синяками? Про синяки не знаю. Как это при неврозах помогает? Не знаю, как помогает, но помогает. Лучше вам почитать. Вот это. И свитцин. Когда я выложила историю про то, что у меня отпали волосы, что я вот отстригла, и мне так плохо, все мне начали скидывать вот это. Я посмотрела на эту упаковку и думаю, что за убожество. Как можно такую упаковку делать на какое-то хорошее средство вообще для волос? Это просто дно, а не упаковка. Но мне все чаще начали присылать вот это. Вот эту картинку. И говорят, Лена, попробуй у меня там это пользовался, это, это, это. У всех выросло, даже у тех, у кого были лысины, выросло там невероятно сколько сантиметров. Вот. Я боюсь в домашних условиях. Не бойтесь, я использую в домашних условиях этот Дарсонваль, и ничего со мной не произошло. Я не электризуюсь, и током меня еще сильно не стукнуло. Там все можно контролировать. В общем, вот это. Исвицин. Стоит 160 рублей. Рекомендуют мне все, просто вот каждое третье сообщение о нем. Зашла, почитала в интернете, зашла на форумы, все прочитала. Просто великолепное средство. Я не знаю еще, как не подхватили это маркетологи, и почему оно такое дешевое, но оно стоит 160 рублей. Его нужно наносить как ополаскиватель после мытья головы. Просто средство великолепное. Или добавляйте свой шампунь. Шампунь, если вы сегодня покупали какой-нибудь там гарнир или супер какой-нибудь великолепный шампунь, выкиньте его или оставьте на черный день. Купите себе любой бессульфатный. Конечно, сейчас смешно слушать девочку, лысенькую, которая говорит про волосы. Но у меня за 10 дней отросло. Это просто я называю сантиметр. На самом деле, я думаю, тут все два. Просто я не хочу утверждать. Потому что, на самом деле, за 10 дней не может вырасти 2 сантиметра. Но у меня как-то смогло. Вот, посмотрите. Это если опустить, то у меня почти волосы доходят до бровей. Когда меня подстригли, это был вот такой вот ёршик где-то, ну, прям вот совсем малюсенький. Но они у меня все растут в разные стороны, особенно вверх. Поэтому не видно так длину. Но они очень длинные по всей голове. Вот если прикладывать, то вот такие вот где-то. Это, наверное, где-то 5 сантиметров. Где для волос? Это эсвицин, ополаскиватель. Можно добавить свой шампунь бессульфатный, как добавку. Прям туда налить внутрь. Это Дарсонваль. Дарсонваль купите обязательно. Просто обязательно. И прочтите инструкцию. Так, показываю. Масло репейное, касторовое. Все вместе мешаете. Эсвицин тоже в аптеке, да. Никотиновая кислота. Постоянно вам ее показываю. Стоит тоже недорого. На самом деле, все, что стоит дорого, это просто взяли никотиновую кислоту маркетологи и добавили во что-то очень в красивой упаковке и продали вам очень дорого. Купите вот это за 100 с чем-то рублей. Вы не разоритесь. Но эффект будет отличный. Никотиновая кислота. Сейчас покажу, как пользоваться. Вот так вот отрываете. Вот так вот отрываете. И вот так вот мажете. Это такая ампула, которая по всей голове очень удобно наносится. Это не пахнет и смывать не нужно. Так, у меня разряжается телефон, поэтому я наношу никотиновую кислоту и отключаю эфир, сохраняю. Так, сколько я потратила на нанесение этой ампулы? Наверное, минуту. Вот, ампула закончилась. Волосы высохнут сейчас быстро. Это просто у меня короткие. Если на длинные наносить, они не такие мокрые. Вот, минуту в день вы тратите на никотиновую кислоту. Пользуйтесь 30 дней с перерывом 2 недели. И волосы растут отлично. Что-то из этого купите для себя и пользуйтесь. Ваши волосы вам скажут спасибо. Даже если у вас сейчас длинные, то в любом случае их нужно чем-то подпитывать. Потому что у меня были длинные волосы в 2017 году. Когда я уехала на США на проект, там не было тонирующих средств, хороших шампуней, все закончилось. И мои волосы отпали сантиметров на 20, наверное. Поэтому в любом случае ваши волосы, если сегодня они красивые, то завтра их просто может не быть. Даже если вы не будете их специально стричь, они могут отвалиться. Исвицин смывать не нужно. Никотиновую кислоту смывать не нужно. Дорсенваль. Тут вообще речи не идёт о какой-то смывке. Потому что там ничего не наливается на голову. Обязательно. Сейчас весна. Организму не хватает витамина. Купите себе любые витамины. Любые. Рыбий жир. Делайте хотя бы что-то из этого. И тогда вам не придётся смотреть программу здоровья с Малышевой. Всё. В общем, всё рассказала. Всё показала. Я присмотрела для себя ещё несколько хороших процедур. Они не такие дешёвые. Не бюджетные. Но я вам тоже их буду показывать. Если кто-то захочет ими пользоваться, то я буду всё рассказывать. В общем, надеюсь, что эфир был интересный, продуктивный. Всё. Всем пока.